Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи полицейский бросился в бега после обвинения во взяточничестве. Его объявили в федеральный розыск. Без пробок и экскурсий сегодня стартовало морское сообщение «Туапсе-Сочи». Сочинцы отметили юбилейный день физкультурника. Основная площадка развернулась на площади Островского. В Кавказском заповеднике посчитали зубров. Для этого обследовали места пяти группировок этих животных. На Кубани больше миллиарда рублей направили на подготовку образовательных учреждений. Средства распределили на капитальный ремонт, благоустройство и обеспечение безопасности. О том, как школы и детские сады готовятся к началу учебного года, сегодня говорили на заседании региональной антитеррористической комиссии. Его провели глава края Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ Сергей Захарихин. В совещании приняли участие представители силовых структур и профильных ведомств, а по видеосвязи руководители муниципалитетов. Губернатор отметил, что важно обеспечить безопасность детей не только в день знаний, но и в течение всего учебного года. Системами видеонаблюдения и тревожными кнопками сегодня оснащены все образовательные учреждения края. Однако МЧС и Росгвардия выявили нарушения в некоторых районах. Эти камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки нужны не для красоты. Не для красоты, а для того, чтобы они работали. В первую очередь на безопасность учеников и детей. Что сегодня коллеги из МЧС и Росгвардии отмечают? Плохое освещение школ, захлопленность пожарных выходов и недостаточное наличие камер видеонаблюдения. Но коллеги, если вот дополнительная освещенность это деньги, дополнительные камеры видеонаблюдения, это тоже дополнительные деньги. Но вот захлопленность пожарных выходов, ну тут никаких денег не нужно. Это просто халатность, безразличие. И руководители школ, и те, кто у вас коллеги главы муниципальных образований, за это отвечают. Вениамин Кондратьев поручил устранить все недостатки в кратчайшее время. Образовательные учреждения должны быть полностью готовы к 19 августа. В Сочи заведено уголовное дело на заместителя начальника отдела уголовного розыска Лазаревского района и адвоката. Полицейский обвиняется в получении крупной взятки, а адвокат краевой адвокатской палаты в посредничестве. Во время обыска в доме жителя поселка Лаобли обнаружены изъятые емкости со спиртосодержащей жидкостью. По версии следствия, полицейский с целью личного обогащения сообщил хозяину дома, что тот нарушил законодательство. Однако, может помочь ему вне привлечения его уголовной ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции при условии передачи ему денежных средств, которые необходимо передать через посредника. Часть суммы 100 тысяч рублей были переданы тут же в доме. О требовании хозяин сообщил в правоохранительные органы. Между тем, полицейский обратился к знакомому адвокату с просьбой выступить посредником. Юрист получил на руки оставшиеся 200 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ. А вот подозреваемый во взяточничестве 43-летний Сергей Ковтун скрылся, в связи с чем объявлен федеральный розыск. Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону. В Сочи задержан анапчанин, прятавший наркотики в лесу. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УВД оперативным путем получили информацию, что мужчина может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились. У 36-летнего гостя курорта обнаружили и изъяли сверток с марихуаной. Задержанный показал, где спрятал и остальное. В лесу. В ходе проведенных разбирательств сотрудниками полиции было обнаружено и изъято еще 27 свертков с аналогичным веществом, как пояснил задержанный, который он собирался сбывать на территории города-курорта путем осуществления тайниковых закладок. В общей сложности было найдено 80 граммов наркотика. А теперь анапчанину грозит до 15 лет тюрьмы. В Сочи на границе задержан большегруз тайником сигарет. Прибывшие из Абхазии грузовик «Вольво» направили на осмотр с помощью рентген-комплекса. Результаты сканирования подтвердили наличие незадекларированного товара в пустом. Внешне в грузовике был обнаружен тайник. Пол грузового отсека был обшит фанерой. После демонтажа двойного дна в полостях были обнаружены 3,5 тысячи блоков сигарет без маркировки. Контрабанда изъята. Образцы направлены на экспертизу. По результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии. Из Туапсе в Сочи на теплоходе. Сегодня открылось морское экскурсионное сообщение между двумя курортами. Путешествовать по морю туристы смогут до конца сентября. Почему рейсы начались только сейчас, расскажет Татьяна Говоркова. 240 человек. Столько пассажиров может вместить это судно. Построенный в 1986 году теплоход ранее был известен как Дмитрий Калинин. В честь героя Советского Союза. До 2016 года теплоход курсировал вдоль побережья Анапы. Спустя три года он совершил первое путешествие из Туапсе в Сочи. В этом году мы проходили серьезную реновацию, замены и обновление всех основных узлов. Были произведены замены основных двигателей, дизель-генераторов, рулевого, винтов, валов и прочего. Сейчас судно находится в отличном техническом состоянии. Двухпалубный теплоход будет курсировать два раза в неделю. По понедельникам и пятницам из Туапсе он выезжает в 8 часов утра и прибывает в Сочи в час дня. А в 8 часов вечера можно уплыть на том же теплоходе обратно. По средам и воскресеньям теплоход ходит по маршруту Лазаревская-Сочи. Часы отправки и прибытия такие же. Поездки сопровождаются рассказом гида о достопримечательностях и знаковых местах побережья. Данное морское движение, конечно, будет для города Сочи большой плюс. Потому что отдыхающие с Туапсе будут приезжать в город Сочи. В нашем городе Сочи есть на что посмотреть. Также экскурсии будут проходить этим отдыхающим. Конечно, это будет плюс для нашего города Сочи. Морское сообщение будет действовать до конца сентября. В следующем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона – 1 июня. Кстати, такой тип морских перевозок стал доступен благодаря туристическому проекту «Золотое кольцо» Боспорского царства. На сегодняшний день в рамках этого проекта в Краснодарском крае организовано еще три морских маршрута. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Спортзал в школе и многофункциональная площадка во дворе дома. На Кубани открывают современные зоны для активного отдыха. Комплексы для занятий физкультурой недалеко от дома – это новый тренд региона. На строительство соответствующей инфраструктуры из краевого бюджета выделяются немалые деньги. Пока не стартовал учебный сезон, в 10-й школе Станицыного-Мышастовска идут последние приготовления. Директор лично распаковывает от пленки новые гимнастические маты и аккуратно раскладывает их по залу. Без привлечения. Здесь это историческое событие. Собственной спортивной зоны в школе, которой исполнилось 50 лет, никогда не было. Мы шли со школы в спорткомплекс. Минут 10 или 15. В спорткомплексе было тесно. Будущий пятиклассник Руслан вспоминает, как приходилось раньше добираться на уроки физкультуры. Школьники пешком ходили в соседний спортивный комплекс. Примерно пару кварталов. Там им выделяли место для занятий. Теперь такие походы останутся в прошлом. Собственный, не просто спортивный зал, а отдельное здание построили в станичной школе после того, как о проблеме губернатору края рассказал местный житель. Алексей Косач год назад на приеме граждан попросил Венимина Кондратьева о помощи. Прошу вас оказать содействие в строительстве спортивного зала для нашей школы, ну для деток. Потому что мы занимаемся на базе деша юность, которая находится где-то примерно в 500 метрах. То есть вы на уроке физкультуры из обычной школы ходите в детскую, юношскую спортивную школу. Глядя, я думаю, что вот это на самом деле должно остаться в далеком прошлом. Спортивные залы однозначно должны в школах были появиться. Современные спортивные залы в краевых школах строятся в основном по типовым проектам. Главный критерий – многофункциональность. Здесь и баскетбольные кольца, футбольная площадка, гимнастические снаряды. В Новомышастовской школе новый корпус для занятий физкультурой. Еще оборудовали пандусами и сделали удобные заезды для колясочников. Тут уже планируют не только проводить уроки, но и открывать дополнительные секции. Я хотела научиться делать колесо тут. И тут просто красиво все. Любимым местом детей и даже взрослых стала спортивная площадка в одном из дворов Новороссийска. Тоже положительный результат – встреч губернатора с жителями района. Зону для активного отдыха на улице Мефодиевской отремонтировали после поручения Вениамина Кондратьева. Вместо старой потрескавшейся резины уложили современный искусственный газон, огородили периметр и установили крытые трибуны для зрителей. Теперь здесь даже проводят соревнования по футболу. Покрытие было не очень хорошее для детей. Оно менее травмоопасно, во-первых, потому что если ребенок бежит по бетонному покрытию и вдруг споткнулся, естественно, ноги сразу у него травмируются. Сейчас ребенок может упасть на эту мягкую траву и никаких у него проблем нет. Спорт шаговой доступности – одна из главных задач, которая стоит перед руководством региона. Строить многофункциональные площадки будут и дальше. Не только в крупных городах, но и в отдаленных уголках Кубани. Для этого в краевом бюджете предусмотрены субсидии. Только в прошлом году на строительство спортивных площадок и малобюджетных спортзалов было выделено свыше 400 миллионов рублей. Восстановление Кавказской ривьеры и проблема переселения дома архитекторов. Эти и другие вопросы сочинцы задали депутату Государственной думы Константину Затулину. Накануне он провел индивидуальные встречи с жителями курорта. Помогите отстоять дом архитекторов. С такой просьбой Константину Затулину обратились общественники. В конце июня они получили письмо от городского департамента имущественных отношений. В официальном сообщении говорилось о передаче почти 400 квадратных метров по улице Воровского в муниципальной шахматной школе. Архитекторам же предложили переехать в скромные 115 квадратов в строительном переулке. Общественники сетовали на невозможность нормальной работы в маленьком пространстве, где практически отсутствует естественный свет. С этим вопросом они уже обращались в городскую администрацию, где их заверили, что отбирать помещения по улице Воровского у них никто не собирается. А передача квадратных метров в руки муниципальной организации нужна лишь для контроля за чистотой прилегающей территории. Константин Затуллин также успокоил встревоженных общественников. Вы можете спокойно функционировать, никто вас оттуда насильно выселять не будет. А если такие покупки вдруг кто-то предпринят, то естественно будут реагировать. Интересует общественников и судьба Кавказской ривьеры. Представители сочинского делового клуба предложили депутату Госдумы взять на контроль вопрос восстановления старейшего памятника архитектуры. В годы перестройки территория санатория перешла в частные руки. Тогда началась масштабная реконструкция, однако в итоге на месте здания остались лишь руины. В 2014 году Кавказская ривьера перешла в ведомство Федеральной службы охраны. Работы по восстановлению пока не ведутся. Константин Затуллин отметил, вопрос возрождения одной из достопримечательностей курорта, безусловно, важен. Однако прежде чем браться за реставрацию, предстоит решить немало проблем, прежде всего юридических. С тех пор, как за это стало отвечать Федеральная служба охраны, она, естественно, будет устанавливать свои порядки. Я предлагаю что сделать? Я предлагаю просто обратиться к руководству Федеральной службы охраны. И для того, чтобы обратиться к этому руководству, нужна какая-то фатология. То есть, просто поднять историю этого санатория, рассказать о том, как он в прежние годы использовался. Также на встрече с жителями Константин Затуллин затронул тему возможного отмежевания территории Меретинской низменности от Сочи. По словам депутата, в высших кругах власти такие разговоры ведутся. Однако, паниковать не стоит. При принятии подобных решений мнение жителей учитывается в первую очередь. Также Затуллин отметил, что лично предпримет все возможные действия для сохранения единой территории курорта. Значит, администрация города к этому не привлечена, городское собрание к этому тоже не привлечено. Но есть заинтересованные лица, которые, пользуясь своей близостью, власти постоянно фонтанируют идеи создать, собственно, свечные заводы. Я вообще категорически противник развала единого города Сочи. Помимо этого, на встрече с депутатом Госдумы сочинцы подняли вопрос наказания за жестокое обращение с животными. По мнению горожан, фотоуслуги с питомцами нужно запретить на законодательном уровне. Константин Затуллин отметил, что подобная инициатива далеко не беспочвена, и нерадивые владельцы должны нести ответственность за прирученных зверей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Сочинцы отметили юбилейный день физкультурника. В России этот праздник отмечается в 80-й раз. С самого утра в городе стартовала целая серия спортивных мероприятий. Но основная площадка развернулась на площади Островского. Дети, преподаватели физкультуры, тренеры, родители. Такой состав обычно дает хороший результат, если все как один нацелены на спортивные достижения. Это совместная работа с родителями. Одно дело, когда тренер им объясняет, а родители ничего не занимаются, то это сложнее. А если эта работа идет вместе с родителями, то все гораздо проще. Поэтому оценить презентацию городских спортшкол дети пришли вместе с родителями. А Сочи дает стране надежные спортивные резервы. 119 сочинских спортсменов стали членами сборных команд России. В состав сборных Краснодарского края попали 736 человек. И 2292 спортсмена вошли в состав сборных города Сочи. Став предметом гордости для своих тренеров, ребята не забывают, с чего начинали сами. Да это мои жемчужины, я просто их так люблю. И самое главное, что сейчас эти дети помогают нам. Работают на площадках дворовых. Аня Бойко там ведет занятия. Денисенко, Денис помогают нам. Вот ребята все помогают. В юбилейный день физкультурника ребята пришли поддержать своих тренеров грамотными и благодарственными письмами. Их награждал глава Сочи Анатолий Пахомов. В рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» к 2024 году 55% населения должно заниматься спортом. Мы сегодня гордо говорим, что 62% детей школьного возраста у нас занимаются дополнительно физкультурой и спортом. Но, как мы понимаем, задачи стоят выше. Чтобы ее выполнить, наряду с тем, что идет мотивация к здоровому образу жизни, мы, конечно, просто должны улучшать материально-техническую базу, которая будет давать возможность увеличения возможностей для занятия спортом. 14 августа в Сочи откроется новая муниципальная спортшкола единоборств с отделениями дзюдо, самбо, смешанных боевых искусств и тайского бокса. В уже существующих спортивных школах открыты новые отделения. По спортивной гимнастике, прыжкам на батуте, эстетической гимнастике, спортивной борьбе. А в физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья в этом году появилось новое отделение плавания. Всего в Сочи развивается 88 видов спорта. Для удобства сочинцев в каждом районе открыты площадки для воркаута. Одна из таких появилась на прошлой неделе в самом центре города на Новогинской. Всего же за последние два года в Сочи появилось 87 таких площадок с уличными тренажерами. 83 из них в сельской местности. Но, чтобы не было построено, главное – человеческий фактор. Многое зависит от первой встречи ребенка с тренером. В 9 лет я пошел на бокс и занимался у Каракияна Аршакова-Гаршаковича. Мне он сильно очень понравился, и я стал заниматься. На крае я стал вторым, а на России – третьим. Боксом занимаюсь на протяжении трех лет. Бокс мне понравился, я выбрал его, потому что это единоборство, это самостоятельный вид спорта, где на рынке решаешь только ты и никто более. Юным спортсменам Сочи есть на кого равняться. Достаточно назвать ряд имен прославленных сочинских спортсменов. Харис Юничев, Слава Митривели, Владимир Немшилов, Владимир Кондра, Евгений Кафельников, Алексей Воевода, Елена Веснина, Ирина Аненкова, Анастасия Шамонова и другие. К слову, составить компанию внукам на спортплощадке глава города призвал и пенсионеров. В Сочи успешно работает программа «Активное долголетие для жителей старшего возраста». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Планета Сочи покорила голосящий Кивин. В Светлогорске состоялся музыкальный фестиваль КВН, где сочинская команда оказалась одной из самых веселых и находчивых. Ребята продолжают получать поздравления и сегодня команду пригласили в мэрию. «Это Сочи. Не команда, а праздник». Так сочинская команда КВН заявила о себе, попав в высшую лигу. Лозунг ребята оправдали. Каждое выступление планеты Сочи на юмористической арене сопровождается и смешными шутками, и песнями, и спецэффектами. Выступление в Светлогорске для команды стало не только победным, но и вторым в высшей лиге. Сочинская команда заслужила малого Кивина в темном. Напомню, всего птичек семь. И главное, это большой Кивин в золотом. Но есть Кивин и в Светлом. К слову, ее обладателям были утомленные солнцем. Планета Сочи с собой довольна и в первую очередь, потому что оправдала доверие и зрителя, и земляков, и руководства города. Как известно, раскрутиться начинающим КВНчикам помогал именно мэр курорта. Мы стали действительно очень востребованным курортом. И участие команды КВН в этом тоже проекте есть. То есть ваша заслуга тоже есть. Потому что везде их слышат, и это здорово. Ну и КВН – площадка для того, чтобы у нас была такая серьезная команда КВН. Она создана, и ее нужно держать. Вот поэтому я и хочу вам выразить благодарность за то, что вы все-таки добились этих результатов. Первых результатов ребята добились в прошлом году, когда в приветствии одной восьмой высшей лиги ребята исполнили едва ли не лучший номер за весь сезон. Под композицию Шуфутинского «3 сентября» юмористы сочинили новый текст. Песня сорвала овации, ведь именно в 2018-м российская сборная участвовала в Олимпиаде под нейтральным флагом. Выступление позволило сочинской команде КВН выйти из одной восьмой финала на первом месте, обогнав четырех конкурентов. При этом «Планета Сочи» стала шестнадцатой командой, набравшей максимум баллов в отборочном этапе высшей лиги. Вот и на этот раз овации и награда голосящего Кевина. Помогать веселым и находчивым руководство города пообещало и дальше. А еще мэр порекомендовал ребятам писать сценарий из реальной жизни Сочи. КВНчики заверили, у них команда с сочинским акцентом. Тем более Сочи всегда актуальная тема. Нам гораздо сложнее, чем тем ребятам, которые играли в него 20 лет назад. Потому что у КВН уже 60, к примеру, и придумать шутку, когда ему было год всего лишь, о которой никто никогда не шутил, гораздо легче, чем через 60 лет. Потому что все уже придумано до нас, все абсолютно. Поэтому ты стараешься просто брать актуал. Но, несмотря на все это, мы стараемся быть на высоте. Встречи с руководством города для нас на самом деле важны. Потому что всегда хорошо, когда идет какая-то беседа, какой-то диалог. Когда ты понимаешь, что ты нужен не только маме и папе, но и... Стартовал 33-й сезон высшей лиги КВН среди 20 команд и юмористы из Сочи. Победную игру ребят в Светлогорске совсем скоро покажут на Первом канале. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи завершился финал международного вокального конкурса итальянской оперы «Компетиционе дель опера». Площадкой для музыкальных состязаний стал парк науки и искусства «Сириус». Своё мастерство на конкурсе в австрийском Ленце доказывали 120 вокалистов из 25 стран. Но окончательные итоги жюри подвело на финальных прослушиваниях в Сочи. Лучшей исполнительницей итальянской оперы признана украинка Анна Бондаренко. Второе и третье место у россиянок Виктория Каркачёвой и Юлия Музыченко. Глава города Анатолий Пахомов вручил приз зрительских симпатий израильтянке Веронике Брук. Международный вокальный конкурс прошёл в России в третий раз. В 2011 и 2016 годах итальянская опера звучала со сцены Большого театра. Сегодня международных фестивалей сочинских стало тоже немало. И это здорово, потому что она сознаёт весь мир, а это огромное привлечение сюда внимания, это огромный авторитет города, это огромная мотивация приехать в город Сочи. Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханси Ахим Фрай, бессменный руководитель конкурса, поблагодарил власти Сочи за тёплый приём и возможность всем членам жюри побывать в знаковых местах курорта. Руководители театров, консерваторий, вузов и крупнейших музыкальных агентств, представители 15 стран мира рассказали на встрече с главой города о том, что побывали на Красной Поляне, совершили морскую прогулку и даже посетили дачу Сталина. Мы благодарим вас за прекрасную организацию и просим сделать с нами совместное фото. На память сфотографировались все вместе и договорились встречаться чаще. Но в следующем году конкурс уже приглашён на другой континент. В 2020-м оперных вокалистов и членам жюри ждут в Мексике. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Кавказском заповеднике подвели итоги летнего учёта зубров. Были обследованы пять локальных группировок зубров, обитающие в горах. Общая численность популяций составляет приблизительно 1150 особей. По данным специалистов, в популяции горного зубра произошла стабилизация. Число новорождённых практически равно количеству погибших по естественным причинам особей. Это хороший показатель. И прежде всего он говорит о том, что популяция достигла предела численности для данной территории. Этот факт подтверждает и то, что группировки зубров в последнее время активно осваивают новые места обитания, в том числе для зимовок на горных лугах. Учёт популяции зубра учёные проводят два раза в год. Основные наблюдения проводятся летом. Зимой сотрудники заповедника осматривают зимовки животных с вертолёта. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok